А вот жители сыктывкарских поселков Краснозатонский, Вольтедор и Лемью жалуются на перебои с водоснабжением. Уже третий день в многоквартирные дома и колонки вода поступает нерегулярно. В причинах зимней засухи разбирался Максим Катаев. Неприятный сюрприз жителей Краснозатонского, Вольтедора и Лемью ждал в понедельник вечером. Они остались и без горячей, и без холодной воды. В поселках в одночасье пересохли колонки и трубопровод. Специалисты обслуживающей организации жилком услуга нам пояснили, на Краснозатонском месторождении сократился уровень воды. Поэтому коммунальщикам пришлось в аварийном порядке остановить три скважины. Это привело к резкому сокращению объемов добычи и временному прекращению водоснабжения поселков. Коммунальщики в оперативном порядке начали восстанавливать подачу. Вода в поселках появилась, но поступала с перебоями. Время работы детского сада накануне сократили на два часа. Местные жители выкручивались как могли. Мы берем большую канистру на санке и поехали искать воду. Далекие колонки работают, ближние, которые нам поближе, и работают. Очень, конечно, большие неудобства испытываем. Нет возможности помыться, вечером все приходят с работы, нет возможности нормальный ужин приготовить. Как выкручиваемся, ну, когда временами дают воду, да, набираем и все. А так, ну, покупаем для питья. Впрочем, бутилированной воды тоже не хватает. В этом магазине, например, на прилавках только минералка, газировка и соки. Покупатели почистую смели все емкости с артезианской H2O, которых бы хватило на месяц торговли. Брали тоже воду. Поскольку бутылок люди говорят? Ой, пятилитровых бывает и по две, по три, и по четыре бывает. То есть? Спрос хороший. По словам городских чиновников, работы по восстановлению двух остановленных скважин уже завершены. До конца дня коммунальщики планируют запустить и третью. Как только будет восстановлена восьмая скважина, также будет, начнется подача горячей воды в поселке. Значит, холодная вода подается уже в нормальном режиме. Чтобы такие ситуации не возникали впредь, администрация города совместно с коммунальщиками прорабатывает возможность бурения дополнительных скважин.